Всем привет, друзья! И сегодня мы с вами продолжим знакомиться с новинками фикс-прайса. И некоторые интересные новиночки привезли. Появилась новая осенняя коллекция, новые товары для кухни. Давайте в этом видео их обсудим. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! Ну и давайте сразу же с вами начнем с новинок из отдела товаров для кухни. Первое, что хочу вам показать, новую стеклянную емкость для специй. Пока ценника на эту новинку нет, потому что товар был в процессе выкладки. Посмотрите, вот такая у нас откидная крышечка. Объем этой емкости 300 мл в комплекте. Также еще идет маленькая пластиковая ложка. А еще в этой коллекции есть новая бутылка для масла. Это большая стеклянная бутылка. Тоже крышечка у нас откидная, с удобной ручкой. Объем 600 мл. Продаются такие баночки в нескольких вариантах расцветок. И мне кажется, что подобного плана бутылочки будут наиболее функциональны по сравнению с бутылками для масла из предыдущих коллекций. Ну и еще немножечко мы с вами заглянем в невыложенный товар, а точнее даже залезем в коробочку. Появились новые термоса. Их завезли в двух вариантах расцветок. Это вот такой красивый цвет индиго, а также в черном цвете. Объем этого термоса 420 мл. На этикетке указано, как правильно открывать носик. И написано, что сохраняет температуру напитка этот термос в течение 10-12 часов. А еще в предыдущих обзорах, которые, кстати, также актуальны, я забыла вам показать новый набор для кухни. Этот набор состоит из пластиковой миски объемом 2 литра. Имеется удобная ручка для держания, а также носик. Мерный стаканчик объемом 250 мл. Несколько совочков для сыпучих продуктов объемом 75 мл, 100 мл и 200 мл. А также с маленький пластиковый скребок, при помощи которого можно выгребать остатки теста из этой же миски. Продается этот набор в двух вариантах цветов. Пудровый и лимонно-желтый, который называется «Лето». Цена набора всего лишь 199 рублей. И, кстати, друзья, если вдруг по каким-либо причинам вы пропустили мои предыдущие обзоры из фикс-прайса, можете смело пересматривать. На 90% ассортимент полностью остался прежним. Так что смотрите, там тоже были интересные новинки. Как вы знаете, в фикс-прайсе сейчас представлено очень много товаров из эко-коллекции. И, например, к этой же серии можно отнести шестисекционную минажницу. Эта минажница выполнена в виде цветка под дерево. Да, на самом деле это не совсем дерево. Стоит минажница 199 рублей. Ну а материал МДФ. Поэтому стоит беречь от контакта с влажными продуктами. Нельзя мыть, протирать только сухой тряпочкой или же сухой салфеткой. Новый поднос. Пластиковый поднос размером 35 на 23 сантиметра. Имеет вот такую красивую расцветку. Принт цветочный с тропическими листами. Ценника не было, но, как правило, такие подносы в фикс-прайсе стоят 149 рублей. Что же еще интересного я нашла? Это двухъярусная этажерка. Она уже деревянная, но, к сожалению, не указано, какой вид дерева использован при изготовлении этой этажерки. Написано просто дерево. И хочу отметить, что этажерочка прям очень-очень легкая. Она невесомая в руках. Двухъярусная этажерка. Первый ярус имеет диаметр 18 сантиметров. Нижний ярус диаметр 25 сантиметров. Общая высота 26 сантиметров. Красивый цвет. Эффектно будут смотреться закуски, фрукты, просто мясная нарезка. Но ценника пока на эту новинку не было. Надеюсь, в следующий заход обязательно ценник найду. Ну и снова появились продажи подставки сушилки для посуды. Такой подставкой я пользуюсь уже давно. Присмотритесь, очень удобно. Я думаю, сейчас очень многие занимаются заготовкой овощей, фруктов. Например, сушкой различных фруктов. Для этих целей в фикс-прайсе можно приобрести мешок для хранения овощей. Мешок объемом 4 литра. Это у нас 100% хлопок. Стоит мешочек 99 рублей. Металлическая сита с деревянной ручкой. Тоже идеально впишется в эко-коллекцию. В других обзорах в других городах я видела, что вроде бы стоит 199 рублей. Но у нас, к сожалению, ценника пока не было. Посмотрим, какая цена будет у нас. Потому что в некоторых магазинах фикс-прайса бывает цены отличаются. Поэтому да, разброс цен бывает разный. Что касаемо сита. Нормальная ручка, длина 38 сантиметров. Мне понравилось, что донышко у этого сита идет прямое. Так что можно ставить просто на рабочую поверхность. Повторный привоз вот таких корзинок для хлеба. Я заметила, что из продажи первый завоз пропал очень быстро. И вот сейчас их снова привезли. Это прямоугольные ивовые корзинки. Вот такие корзинки круглой формы. Также имеется съемный чехольчик. Идеально подойдет для красивой подачи хлеба. Также можно фрукты просто положить. Или же, например, использовать для хранения рукодельных штучек. Но и стоят они 299 рублей. И да, друзья, если вас интересует обзор на какую-либо отдельную категорию товаров, то смело пишите. Такие обзоры я для вас подготовлю тематически. И мне приятно, что вам нравятся те ролики, которые я выпускаю. Также на этой неделе появилось несколько новинок среди вкусняшек. Например, леденцовая карамель, которая называется Fanny Monkeys. Эти карамельки стоят 59 рублей. Тут помимо вкуса, действительно приятного, я уже успела попробовать. Очень красивое оформление упаковки. Пластиковая баночка, крышка с металлической вставкой. И можно будет такую баночку использовать потом повторно в быту. Еще среди вкусняшек жевательный мармелад с героями мультфильма «Три кота». Вот такие разноцветные мармеладки. Они уже стоят 79 рублей. В составе есть натуральный сок. Ну и еще несколько вкусняшек. Это различные жевательные конфеты, жевательные червячки. Мишки жевательные фрутелла. Борилла стоит от 59 рублей. И сейчас пополнился ассортимент макаронных изделий от производителя Борилла. Стоят они 79 рублей. И тут у нас различные спагетти, рожки, спиральки. И я знаю, что многие очень сильно любят макаронные изделия от этого бренда. А еще посмотрите, какая красивая коробочка. Это конфеты со вкусом миндаль и кокос. Очень красиво оформлено. Коробочка, которая раскрывается на две части. Все это в красивом ажурном пакетике. Стоит набор конфет 199 рублей. И знаете, кого-то угостить, подарить такие конфетки. Будет очень здорово, выглядит добротно. А еще посмотрите на новую коллекцию подхватов для штор. Эти подхваты выполнены из металла. Также имеются специальные такие насадочки в виде бабочек и цветочков. Представлены они в двух цветах. Это золото-серебро. Стоит подхват 79 рублей. Среди полезных товаров для дома могу выделить, например, вот такие металлические крючки. Такую планку можно повесить куда-нибудь на стену, на дверцу, на дверцу шкафа изнутри. И распределять там какие-то мелкие предметы. И мне понравилось, что металл очень плотный. Цена на такую вешалку 149 рублей. А еще появились новые расцветки складных коробок. Но, в принципе, сам функционал, само построение коробок стандартное. И новинок из этой серии я пока не особо наблюдаю. Все одно и то же, проверенное уже годами. Также, например, вот такие расцветки складных коробок с крышками. Среди полезных вещей еще хочу выделить мешок для стирки спортивной обуви. Стоит такой мешок 199 рублей. Он сетчатый на молнии. И что мне понравилось? То, что по всему периметру этого мешка вшиты вот такие вспененные трубочки. За счет этого не будут амортизировать обувь при ударе о барабан машинки. И обувь не будет никак деформироваться и травмироваться. Наконец-то у нас в продаже появились леггинсы. Это новая коллекция леггинсом за 299 рублей. Размерный ряд от 42 до 48. Нижняя часть штанин сделана из сетки. Состав полистер 95%, эластан 5%. Расцветки есть разные. Еще в продаже в автомобильном отделе я нашла новинку. Это стяжной ремень для крепления груза. Имеет длину 5 метров и 2 металлических крючка. Максимальная нагрузка на этот ремень составляет 500 килограмм. А еще в комментариях под предыдущими обзорами меня спрашивали, есть ли у продажи наборы накладок на углы мебели и блокираторы на дверцы. Да, снова они появились в продаже. Тут у нас 4 накладки на уголки и 2 замка блокиратора на дверки. Наборы клеевых стержней для горячего пистолета. Тоже новиночка, посмотрите, это стержни у нас с блестками. Наборы из 6 толстых стержней стоят 59 рублей. Но не знаю, насколько ли функционально наличие блесток, но выглядит залипательно. Несмотря на то, что лето у нас подошло к концу, но вот ассортимент летних товаров у фикс прайса выполняется. И, например, в отделе с товарами для детей я нашла вот такие игрушки водяные помпы. Серия называется «Зверушки». Тут у нас различные поросята, свинята, также есть крокодильчики. Ну, функционал понятен. Набирается вода и потом за счет действия давления поршня выдувается через отверстие. Ну что, друзья, вот и подошел к концу этот обзор. Первая часть обзора новиночек фикс прайса. Вторая часть выйдет совсем скоро. И новинки там действительно классные, интересные, которые хочется с вами обсудить. Поэтому, если вдруг не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Давайте дружить. Ну, а увидимся мы с вами совсем.